Такой народный промысел, как лазоплетение, когда-то был визитной карточкой Везёмской земли. Сначала предметы бытового обихода из неочищенного прута крестьяне делали для себя. Путешествуя по Европе, Татьяна Васильевна Голицына заинтересовалась там необычными предметами интерьера из того же материала и решила перенять этот опыт. И вот она пригласила сюда, выписала оттуда европейских мастеров. Это 30-40-е годы XIX века. И вот эти европейские мастера начали обучать крестьян её вотчины, вот этой Везёмской вотчины. Это село Везёмы, деревня Шарапова, деревня Горлова, Кобякова, ну и близлежащие наши окрестности. Вот, причём самое интересное, что запрещалось обучать, вначале запрещалось обучать крестьян других вотчин. Научившись, наши мастера стали настоящими виртуозами в этом деле. Их работы продавались не только в России, но и в Европе. Особое распространение промысел получил после отмены крепостного права. К 1904 году в Голицыно строится здание вот Лазоплетельного музея. Да, ну музей, конечно, это громко сказано, скорее это был некий шоурум, который представлял продукцию. Особление этой манеры. Да, продукцию, который вот как раз её реализовывал. То есть человек мог прийти, посмотреть, выбрать, да, прескурант посмотреть, заказать, какое-то количество. И к этому времени ему это всё изготавливали. Угасание промысла началось в Первую мировую войну. После Великой Отечественной он меняется кардинально. Перестаёт быть востребованным, выходит из моды и окончательно угасает. Этот промысел переводится в Кобяково, неподалёку отсюда. Там он начинает производиться уже в промышленных масштабах. Уже это всё не кустарным способом производится. И это всё работает где-то, наверное, до 90-х годов. Ну и, собственно говоря, наше непростое время в 90-е годы. К сожалению, Кобяковская фабрика, она себя чувствует не так хорошо, как хотелось бы. И вот потихоньку-потихоньку затухает. Местные жители до сих пор приносят в музей вещи своих предков. Ведь почти у каждого везёмах были те, кто обладал навыками лозаплетения. Об истории возникновения, развития и постепенного угасания этого ремесла смотрите в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».